Приветствую всех, добро пожаловать на канал InStartingNews. Ну что ж, друзья, это свершилось. Халвинг в сети биткоина состоялся. В последнее время об этом трубили просто все. В каждом телеграм-канале, который связан с криптой, каждый ютуб-канал, который связан с криптой, все говорили о халвинге, все его ждали и вот он наконец-то прошел. Конечно, столь сильный интерес он объясним, потому что мы все ждали этого события, после которого начинается глобальный бычий цикл. Поэтому мы сейчас, можно сказать, стоим на его пороге. Недавно, как вы видели, произошла коррекция из-за событий на Ближнем Востоке. В принципе, если смотреть на графики, на предыдущие циклы, все идет как по сценарию, ну практически все. И сейчас, можно сказать, уникальная возможность залетать в рынок, потому что через 8-12 месяцев, как говорят многие, ну где-то к концу 2024 года, скорее всего мы увидим новый пик биткоина. Ну и соответственно, альтизон также не за горами. Поэтому в начале видео об этом говорю, друзья, сейчас реально крутая возможность, чтобы закупаться активами со скидками. Из-за недавней коррекции, где биткоин просел там примерно на 15%, если я не ошибаюсь, альты упали там до 30%, а какие-то и больше укатались. Поэтому сейчас реально офигенная возможность, не упускайте этот шанс, докупайте портфель и готовьтесь к бычке. Это ни в коем случае не финансовая рекомендация, но это то, что делаю сейчас я, делает наша команда, участники нашего закрытого клуба. И в принципе, думаю, большая часть крипто-комьюнити. Поэтому, друзья, думайте сами, принимайте решения и начинайте действовать. Как вы видите, следующий халвинг у нас состоится через 1411 дней. Нас ждет много интересного, потому что если сравнить предыдущие циклы, то в прошлый халвинг цена биткоина составляла 8800 долларов, если я не ошибаюсь. И впоследствии цена улетела на 69 тысяч долларов в свой абсолютный максимум. В этом году мы халвинг встретили на отметке в районе 64 тысяч долларов. Теперь вопрос, а какой же будет абсолютный максимум? Лично я ожидаю в районе 100 тысяч, но многие эксперты, опять же, многие авторы различных YouTube каналов говорят о том, что в принципе возможно то, что мы увидим биткоин по 120, даже по 150 тысяч долларов. Не знаю, насколько это реализуется, но в любом случае это очень интересно. Если мы по биткоину такие значения увидим, то представьте, как полетят другие проекты. Возьмем, например, ТОН, которому сейчас очень сильно приковано внимание крипто-сообщество. Буквально на днях состоялась конференция Token 2049, где выступал Павел Дуров, и он огласил несколько интересных анонсов касаемо экосистемы ТОН. Одна из главнейших это, наверное, то, что ТОН интегрирует USDT. И сейчас, в принципе, мы можем использовать USDT на сети ТОН. Это реально очень классная новость, и, в принципе, благодаря этому сейчас в эту сеть польется очень много ликвидности. Мы это видим прекрасно даже по курсу за монету ТОН, которая сделала X3 буквально за последние пару месяцев, грубо говоря. Если мы заглянем внутрь экосистемы ТОН, то там тоже уже множество проектов начинают давать большие иксы. Это похоже на ситуацию с Соланой, когда она начала очень сильно расти в конце прошлого года. И, соответственно, все монеты, все проекты, которые строятся на базе экосистемы Соланы, полетели также вверх. То же самое сейчас мы видим и на экосистеме ТОН. И я думаю, что эта тенденция будет только ускоряться. И помимо ТОНа мы можем также это наблюдать в экосистеме BASE. У BASE нет своего токена, но, тем не менее, там строится множество различных проектов. Поэтому, друзья, в этом бычьем цикле реально есть над чем работать. Есть огромные возможности увеличить свой капитал. Главное трезво оценивать свои возможности, с холодной головой подходить ко всем инвестициям, ко всем спекуляциям и, соответственно, грамотно в этой теме работать. Хочу добавить, что интеграция USDT это не единственный анонс, который сделал Павел Дуров на этой конференции. Там было озвучено множество планов. Вы можете перейти в наш телеграм-канал Криптос и, в принципе, ознакомиться с тезисами по анонсам от Павла Дурова. Ссылочка будет в описании. Обязательно переходите и подписывайтесь. Все самые топовые и актуальные новости в крипте там. Обязательно подпишитесь, друзья. Идем дальше. Аптос у нас заключил партнерство с Microsoft и SK Telecom для создания институциональной платформы. Новый сервис будет использоваться на Microsoft Azure. Используя большую языковую модель, Аптос задействует опыт инвестиционной компании Breven Howard для консультирования финансовых учреждений, которые, собственно, и предлагают услуги по управлению цифровыми активами. Кроме того, предполагается использование Web3 технологии от SK Telecom, включая функции кошелька как услуги. Напомню, что Аптос это молодой проект, который вышел в 2023 году. Сейчас он там торгуется в районе 10-9 долларов буквально. И это также является очень хорошим, сильным проектом, который, я думаю, покажет хорошие результаты в грядущем бычьем цикле. Эту монету я также прикупил на долгосрок, поэтому, в принципе, такие новости не могут не радовать. Также, друзья, думаю, многие уже слышали, NotCoin перенес дату листинга, которая должна была состояться 20 апреля. На данный момент еще пока точная дата неизвестна. Я думаю, что перенос связан, возможно, с коррекцией рынка, возможно, какие-то будут доработки в данном проекте. Но, в любом случае, листинг состоится уже скоро. Также из интересных новостей уже касаемо нашего проекта, часть нашей команды, включая Тараса и Дмитрия, который у нас ведет канал InStarting Invest, они посетили конференцию Blockchain Live, которая состоялась буквально на днях в Дубае. Если кратко, то ребята сказали, что самая главная ценность данного мероприятия – это плотный нетворкинг. Просто большая часть информации была получена именно за счет нетворкинга, просто 90%. Да, конечно, там выступали сильные спикеры, выступали различные проекты, но по большей части, конечно, каждый проект просто рекламировал свои технологии, свою дорожную карту развития и так далее. Но, в целом, если говорить об общем развитии и о каких-либо инсайтах, то все это было получено за счет нетворкинга. Я думаю, что ребята выпустят видео на эту тему на своих каналах, ну и непосредственно расскажут нам всем, что же интересного им удалось там узнать, с кем познакомиться. Так что ждем от них новостей. Что касается в целом нашего проекта, мы продолжаем заходить в IDO, который сейчас продолжает активно и активно выходить. Некоторыми результатами мы делимся в нашем открытом телеграм-канале Instarding. Также можете перейти по ссылке и ознакомиться с ними. Помимо прочего, мы продолжаем пополнять нашу базу знаний в нашей онлайн-школе Instarding School, которая непосредственно имеет доступ все участники нашего закрытого клуба. Напоминаю, что в данный момент цена за клуб составляет 990 долларов, доступ пожизненный. Платите один раз, а получаете доступ абсолютно ко всему на пожизненной основе. Цена в скором времени вырастет до полутора тысяч долларов. Поэтому, друзья, успевайте залетать на самых выгодных условиях. Также, друзья, не забывайте ознакомливаться с короткими видео-шортс, которые я публикую на постоянной основе. Обязательно подпишитесь на канал, если не подписались. Поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступаем с вами в новый этап. Я думаю, что дальше будет очень много интересных новостей. Я буду наверняка чаще выходить с ними к вам. Ну и в целом, пишите свое мнение в комментариях. Пишите вопросы, пишите темы, пишите свои ожидания от рынка после халвинга и так далее. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Андрей. Канал InStarting News. Не переключайтесь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok